Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Не так давно Тверская делегация посетила небольшой белорусский город Орш. Ну как небольшой, в принципе, не такой же маленький, с другой стороны, 115 тысяч населения. Там проходил экономический форум, на котором обсуждались, в числе прочего, на дальнейшей налаживании побратимских связей. Что такое вообще города побратимы, сколько у нас их вообще, что дает вот это сотрудничество между городами, об этом мы сегодня и поговорим. А если и вам есть что сказать, звоните по телефону 300-190, у нас прямой эфир. И хочу тем временем представить наших гостей из студии. Это Вадим Рыбачук, председатель Общественной палаты Твери, и Сергей Привалов, участник вот той самой Тверской делегации, которая посетила белорусский город Орш, съездив на этот экономический форум. Добрый день, господа! Скажите, давайте сейчас перечислим, какие у нас еще города побратимы есть. Ведь мы все помним, что в начале 90-х как-то это особенно было модно. Мы так все время говорили, у вас на Брюк к нам постоянно приезжали, отель в конце концов построили даже, благодаря немцам. Сколько у нас их сейчас получается? Городов побратимов, конечно, много, и до ковидная история она очень активная. Фактически каждый год обмен делегациями. Наши коллеги приезжали, в основном, конечно, на День города. На делегации Твери ездили практически каждый год. Это и Франция, и Италия. Бизансон. Бизансон, Франция. Италия, Бергамо или Бергамо. Монтемурло. Есть Хаммелина. Финска. Финска. Немецкий Оснобрюк. Немецкий Оснобрюк. Это вообще самые древние связи. Вот Хаммелин и Оснобрюк, одни из первых, которые... А разве не Капашвар первый у нас венгерский? Ну, конкретно точно не могу сказать, но Капашвар – это тоже один из городов побратимов. Ну, фактически у нас много точек соприкосновения с городами. Улица Оснобрюкска у нас тоже есть. Есть. В Твери, получается, вот остальных в честь... У нас нет названия. Ещё китайский Инкоу, болгарский Великотырного. Великотырного – это вообще древняя столица Болгарии. И до последнего времени очень активно обмен делегациями шёл. Очень активная работа между университетами. Наши профессора ездили туда. Площадь, кстати, тоже у нас есть. Коллеги из Болгарии приезжали в университет стажироваться, участвовать в международных конференциях. Сейчас эта история, конечно, менее активна. И поэтому особенно актуально говорить на эту тему в разрезе как раз последнего визита в город Оршу нашей тверской делегации, где был подписан председателем Тверской городской думы договор о дружбе и сотрудничестве между городом Тверью и городом Оршей. – А что общество представляет Орша? – Орша – это районный центр. – Это типа наш Оржево, получается? – Да, по площади, по населению это где-то сравним с нашим Оржевом. Административная единица Орша и Оршевский районы объединились, активно развивается. Сейчас идет развитие, принят пятилетний план в Республике Беларусь. На это развитие выделены определенные деньги, на это идет активное развитие. Поэтому и пригласили делегацию из Твери, в том числе и бизнес-сообщество, принять по обмену деловыми связями, по наложению бизнес-контактов. – Надо сказать, что Орша – это районный центр. Районный центр, очень активно развивающийся и в экономическом, и в социальном, и в культурном плане. Конечно, есть один аспект, который нельзя обходить вниманием. Это родина нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко. И, собственно, поэтому Лукашенко, конечно, очень трепетно относится к развитию этого места. И все новые истории, которые появляются в Беларуси, практически они апробируются здесь. Будь то это современный мясомолочный комбинат или центр по выращиванию крупного рогатого скота, будь то это льнозавод, на котором до сего… Представьте только, на сегодня в Орше на льнозаводе работает 3600 человек. Продукция расходится практически по всем сторонам мира. Обороты до последнего времени составляли сотни миллионов долларов или евро. И, конечно, очень интересная социальная история. Это и спортивные центры, и бассейны, и культурные мероприятия, и музеи. И, одним словом, Орше – это очень интересный в экономическом, социальном и культурном плане проект. То есть нельзя сказать, что какой-то захолустный городок там, где действительно полтора предприятия работают и все? Я думаю, что нет. Это один из центров, куда интересно съездить. Во-первых, там все очень красиво, очень культурно, очень чисто. Город-то старинный вообще. У нас есть еще и современный Киевской Руси. Город-то старше, чем Тверь, если уж про то пошло. Город со своими традициями, который был и в Великом княжестве Литовском, и Минская история, и, конечно, история Сороссийской империи, и Советского Союза. Все здесь переплелось, и переплелось очень органично. А исторический центр тоже сохранился? Да, сохранился исторический центр, здание очень интересное. Есть в старой такой архитектуре, которая сейчас используется и под социальные, и под культурные объекты. Есть центральная площадь, на которой проходят мероприятия. Есть две, по-моему, реки, да, Сергей? Да, Оршанка. Оршанка и Днепр. Да, которая тоже, как у нас фактически, создают такую центральную часть. То есть, как Волга и Тверца, да, то есть, Оршанка, у них то же самое. Фактически, да, да. То есть, получается, у нас с Орши много общего, потому что вот Лён, та самая тема Тверская, которую, правда, не так, наверное, успешно мы культивируем, как они получаются, если там успешные предприятия, а у нас, я, или на заводах, что-то не помню. Ну, конечно, там ЛНУ очень большое внимание уделяется. Я сказал же цифру, 3600 человек. Предприятие, которое прошло модернизацию в последнее время, есть бельгийское, китайское, итальянское оборудование и разные типы продукции, которые там производятся. До сих пор они активно отправляют продукцию в прибалтийские страны, в страны Европы, в страны Азии. То есть, санкции у них там не сказались в этом плане? Ну, конечно, сказались, когда Белоруссия под санкциями, она ещё раньше была. Ну, получается, в Прибалтике, а в Прибалтике одни же из апологетов вот этих санкций. Слушайте, когда речь идёт о бизнесе, о многомиллионном бизнесе, то коллеги из Прибалтики предпочитают просто молчать и покупать то, что они традиционно покупали. И покупают. Количество людей, которые в том же самом Вильнюсе обеспечены рабочими местами за счёт того, что они там перерабатывают те материалы, которые покупают в Беларуси, они тоже исчисляются сотнями человек. Они же все прекрасно понимают, если они прекратят покупать белорусские материалы изо льна, куда они отправят этих людей? Они будут фактически безработными. Бюджет потеряет большое количество средств. Поэтому они в этом плане поступают очень прагматично. Ну, как сказать, конечно, с нами-то они связи не боятся что-то прерывать. Хотя, может, тоже всё это официально, на самом деле, а мы чего-то не знаем. Может, на самом деле, как правильно сказано, бизнес... Ну, как Вы правильно говорите, есть официальная чёткая позиция, которая транслируется через все новостные каналы, есть бизнес-истории, которые продолжаются до сих пор. И это касается... Особенно просто про Беларусь, конечно, меня удивило, что они действительно с ними так активно сотрудничают, что я думаю, белорусам, конечно, в первую очередь зарубили. Но хорошо, это правда слышно, на самом деле, про наших белорусских друзей, что санкции, они вроде есть, а на самом деле их вроде нет. А у нас точно сейчас должна быть небольшая реклама. Три минуты не переключать, а потом продолжим. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о Павратимских связях, о том вообще, что означает этот институт Павратимских городов. В частности, недавно Тверская делегация вернулась из белорусского города Орша, где был экономический форум. Скажите, так а что за форум-то вообще проходил? И он что, там регулярно или впервые был? Форум проходил 11-й раз, на котором выставлялись... Был представлен и экспортный потенциал белорусских предприятий, и представлены были производители сельскохозяйственной продукции. Таких два направления, которые, собственно, в Орше очень серьёзно культивируют. Для нас, конечно, прежде всего, для россиян Орша, как и Белоруссия, это сельскохозяйственная история. Но оказалось, что за сельскохозяйственной темой очень много предприятий, которые занимаются и машиностроительным направлением, и производством различной продукции, как принято говорить, средств производства. То есть, это серьёзные заводы, в том числе и с иностранным капиталом. Хотел бы добавить, что там и предприятия есть, как и производство продукции для автоматики, оборудования производства, производства металлических конструкций, производства телекоммуникационных систем. То есть, не только самые такие простые сельхозпредприятия, которые производят сельхозпродукцию, но и более широкий спектр технических развитых производств. Информационные технологии очень хорошо развиты, которые тоже представляли на этой форуме выставки. Ну и, конечно, большое внимание было сельхозпроизводителям уделено. Что у них есть, то и есть. Это, конечно, большое... Ну что, расскажите, всем интересно. Ну, это большие мясоперерабатывающие комплексы, молокозаводы, Савушкин продукт, который всем нам известен, хорошо покупается, тот же под торговой маркой Брест-Литовск. Брест-Литовск. И до глубокой переработки это сыр, связанный с этим продуктом. Причём сыр очень хорошего качества. Технология итальянская, французская, на которой они выстроили собственное производство. И большое количество продукции отправляется, конечно, в Россию. Ну, мы все знаем, да, вот эти товары. А вот сыр, Вадим, я знаю, что вы много где путешествовали, много где были, естественно, и в Италии, и в Франции. Поэтому вот ваше впечатление. Как сыр? Сыр вкусный. Самое интересное, да, мы... То есть не хуже итальянского, французского? Нас сопровождали коллеги там из райисполкома, как у них это по старинке там звучит. До сих пор райисполком, председатель райисполкома, заместитель. Мы общались там в основном с заместителем, с первым заместителем председателя райисполкома, который курирует экономику. Причём товарищ знает всех руководителей предприятий по имени, отчеству, по фамилии. Со всеми знаком. Со всеми знаком, со всеми поддерживает контакт. Знает, что каждое предприятие производит, какие есть вопросы, какие есть проблемы. Вот видно, что человек на контакте. Он нас подводит к стенду Савушкин продукт, да, и говорит, ну, ребята, пробуйте сыр. Ну, сыр, ну, сыр и сыр. Мы начинаем пробовать, и я понимаю, что сыр-то вообще отличного качества. У нас иногда в магазине такого и не встретишь. Я почему и спросил? Потому что у меня вот просто, к примеру, тоже одноклассница очень часто бывает за границей. И вот в Швейцаре, в том числе, я помню, мы как-то сидели вместе, она вот взяла тот сыр, который мы там купили как бы на стол. И она говорит, ребята, это не сыр. Мы как, ну, как, не может быть? Она говорит, поверьте, это не сыр. Вот. И мы так все, я почему и спрашиваю, мне вот интересно мнение. Конечно, есть определенная специфика, да, в производстве каждого сыра. Это зависит от молока, от травы, от коровы и так далее, и так далее. Но по вкусовым ощущениям, вот, сыр, который нам предлагали, они причем не специально там принесли какой-то из-под полы там сыр и начали нас угощать. Сыр открывали из упаковок, из заводских, обычных, которые можно увидеть в магазине. И все мы попробовали, у нас было там 4 человека, да, и мы совершенно оценили, сказали, да, отличный сыр. Его надо реально поставлять там в Тверь, поставлять в сети, что было бы очень интересно. И это кроме того, что, собственно, было там производственного сельскохозяйственного. Потом мы поехали, в том числе, и на ферму, которая там, условно говоря, экспериментальная, где порядка там 2000, по-моему, голов крупного рогатого скота. Они завезли датскую породу, соответственно, совершенно хорошие условия там для содержания, для кормления, для дойки. А в чем экспериментальность фермы? Стадо, новое. Новое стадо, которое они, собственно, продолжают выращивать, и коровы, которые дают там очень приличный объем молока, с хорошим качеством. Это фактически молоко не здоровых коров, здоровых животных. И выращивают их уже, хотел добавить своими силами, без привлечения датчан, их специалистов уже на своем опыте, который они приобрели. И здесь еще, что это производство полного цикла. У них не только это еще и продолжается. У них свои поля агрохолдинга. Да, кормовая база. В этом история. То есть, если за что-то берутся, то они выстраивают всю цепочку. Потому что они понимают, что что-то одно кусочком сейчас не получится. Потому что это, конечно, и проблема с санкциями, те же самыми пресловутыми. Это и проблема с тем, чтобы у них необходимо, у них социальное государство, как мы понимаем, необходимо организовать рабочие места для разных уровней специалистов. И поэтому им правильнее выстроить все от поля до мясоперерабатывающего комбината, до конечного покупателя в магазине. И точно так же выстроена система образования, которая поставляет работников на машиностроительное, например, перерабатывающее производство. Мы были в ресурсном центре, как они его называют, но это учебный центр по типу нашего колледжа. На базе колледжа. На базе колледжа. Ребята 15... У них тоже колледжи называются? Нет, нет. Или у них техникумы? Техникумы, да. У них все, как в Советском Союзе. С одной стороны, это вызывает некоторую улыбку, когда ты понимаешь, что происходит-то все как раньше. А с другой стороны, ты видишь, что какие-то позитивные вещи, о которых мы сейчас говорим и вспоминаем, вот как классно было в Советском Союзе, надо бы посмотреть систему профессионально-технического образования. А у них она есть. У них она сохранилась. Сидят 15-16-летние ребята, старшеклассники, по сути дела, и изучают на материально-технической базе с приборами вопросы электромеханики, вопросы работы двигателя, генераторов и тому подобные вещи. Причем очень все, надо сказать, что приветливые и культурные. То есть мы заходим просто в аудиторию, никто не дает никакой команды, все встают, здороваются. Мы уходим, прощаются, улыбаются, рассказывают, отвечают. То есть нет ни закомплексованности какой-то, и в то же время ты видишь, что люди с уважением относятся к гостям, которые приехали из России. Что также очень позитивный момент. Сергей, а вы как сотрудник хлебопекарного производства посещали там, опять-таки, местные хлебокомбинаты? Да, мне тоже удалось познакомиться с генеральным директором местного хлебокомбината, Оршанский хлебокомбинат. Это прямо на выставке произошло, в рамках этой выставки, на стенде с ним. И также он меня пригласил, говорит, давай в рамках программы отъедем на один час к нам на предприятии, посмотрите, поделимся опытом. И в этом плане. Был, да, у них на предприятии. Предприятие по своему уровню для обеспечения Орша и Оршинского района вполне самодостаточно. Хорошо укомплектовано, хорошие кадры, продукция качественная, поставляется сырье только местного производства, они используют сырье. Это муку, сахарную продукцию, дрожжи, ну и остальное сырье, которое берут. И что очень тоже, это кадры, о которых они заботятся. Как с ними работают, с кадрами, как они их поддерживают. Это не только материально, но и обеспечение жильем, лечением и всеми социальными... То есть предприятие дает квартиру? Да, предоставляет. Социальная тема, это вообще там отдельная история, о которой тоже очень здорово было бы подумать нашим руководителям. То есть практически любое предприятие, государственное или с акционерным капиталом, которых тоже много, с иностранным акционерным капиталом, есть с частным капиталом, тоже есть предприятие, они используют так называемую тему с арендным жильем. Когда человек, который приезжает, например, в Уршинскую больницу районную работать, после института или средний медицинский персонал, он получает арендное жилье. Есть такие арендные дома, как раньше у нас были эти доходные дома, с которыми по минимальной совершенно ставке государство фактически представляет ему жилплощадь. Коммунальные услуги фактически. Ну, там с минимальным каким-то процентом за управление этим имуществом. Но это очень серьёзно отличается рыночная стоимость арендная от той, которую представляют государственные структуры в арендном жилье. Мы были в больнице, например, районная Уршанская больница. Больница по типу нашей областной больницы. А, вот так вот? Вот не меньше, это точно. При том, что это райцентр. Да, при том, что это райцентр. Оборудовано по последнему слову техники, томографы и прочее-прочее оборудование. Мы ходили в несколько отделений, зашли в кардиологию, зашли в операционную урологию. И коллеги рассказывают, что вот это оборудование мы поставили в прошлом году, это позапрошлом, это обслуживаем, вот это МРТ, вот это томограф, вот это УЗИ-аппарат мы приобрели. И ты понимаешь, что это оборудование, которое, собственно, ну, наверное, по уровню соответствует уровню оборудования в нашей областной больнице. Мы говорим, ну и как люди-то? А вы людей-то откуда берёте? Они говорят, да, приезжают из Витебска, из Минска. Мы предоставляем... А Ульша, это Витебская область тоже для понимания телезрителей. Предоставляем квартиру. У нас все сотрудники, у кого нет собственной квартиры, живут в арендном жилье с правом приватизации в течение определённого количества времени. Ты отрабатываешь там пять лет на больнице, имеешь право выкупить эту квартиру и работать дальше. И люди, с которыми мы общались, там, не только завотделениями, простые врачи, ну, было же интересно, говоришь, так на самом деле, они говорят, да, так на самом деле. Понятно, что у них там много проблем другого свойства, как и у нас всех там, и здесь, например. Но вот эта тема вообще закрыта. И точно так же они понимают, что на других предприятиях людям необходимо дать жильё, чтобы они не думали о том, что, а где семья, а где, куда у них ребёнок там в школу пойдёт, что он будет делать после занятий и так далее, и так далее. Это тема привлечения кадров. После этого специалисты не уезжают никуда, остаются здесь, спрашивая вот тех же врачей, вы хотите, нет, нам здесь нравится, мы только здесь будем продолжать. Есть карьерный рост, куда расти, хорошая оплата труда, нас всё устраивает, новая современная больница. Потому что отсюда, вот, посмотрите, вот отсюда вот этот дом белорусские экспортеры, да, торгово-промышленная палата Витебской области, в которую Ороша входит, она готовит каждый год вот такие книги, в которых, собственно, по всем видам, по всем отраслям, пожалуйста, есть варианты сотрудничества. И вот это реальные предприятия, которых там сотни. Вот это предложение к выставке, которые были подготовлены конкретно предприятиями Орши, да, где мы можем видеть здесь и предприятия перерабатывающей промышленности, как Сергей сказал, телекоммуникация, инструментальный завод, завод Лехмаш, лёгкого машиностроения. И тут их тоже десятки предприятий. И коллеги говорят, давайте, мы готовы сотрудничать, мы готовы работать вместе, исходя из того, что мы все оказались в одной лодке. И вот сюда нам надо сегодня смотреть. Ну, хорошо, а что подразумевает сотрудничество? Что? Ну, что, они предлагают нам свои товары покупать? В том числе, да, они готовы поставлять свои товары сюда, в Россию. Это и инструментальное производство, и станки, о которых мы всегда говорим, что у нас фактически собственного нет производства. Нет станкостроения как такового. А те же самые станки, там, фрезерные, с ЧПУ, они нужны. Пожалуйста, ну, как качество? Качество вполне себе современное. Понятно, что специалисты должны это оценить. Но если, собственно, мы имеем возможность в следующем году, да даже не только в следующем году, а в любое время практически поехать туда, и коллеги из рейс-полкома готовы предоставить по любому интересующему вопросу информацию, организовать встречу с руководством предприятий и посмотреть вопросы там поставок, взаимовыгодного сотрудничества, то это надо делать. В Ворше есть свободная экономическая зона, как мы ее называем, которая также была учреждена специально для реализации экспортного потенциала этого районного центра, как мы говорим. Это, естественно, минимальные налоги на добавленную стоимость, минимальные налоги на прибыль, на землю. Соответственно, они понимают, что цена очень важна здесь. И поэтому через вот эту свободную экономическую зону имеет возможность реализовать свою продукцию, продукцию оршанских предприятий, в том числе и в России. В Ворше тоже организователь очень хороший логистический центр. Это не только крупная узловая станция железнодорожная, там построен терминал, аэропорт. Там есть аэропорт. В Ворше есть аэропорт? Да, в Ворше построен и таможенный терминал, и грузовой аэропорт, который принимает самолеты всех грузовых. Оттуда летает, о чём говорили, всё в Китай, самолёты, продукцию отправляют. Очень хороший терминал грузовой. Подведены железнодорожные пути туда, автомобильное сообщение, современная дорога хорошего качества. И довольно воспользованная. В этом и есть развитие вот этой свободной экономической зоны тоже. Сегодня до Ворше из Москвы можно за 4 часа 50 минут дореехать на Ласточки. То есть связь... Что-то охотят Ласточки? Да. Ласточка имена. Ласточка. Вот эти вот. Я на ней ехал. Роман, мы как будто вам Америку открываемся. Да, Америку. Ну, кто из тверичан знает. Все знают, что Ласточка это вот Москва, Тверь и окрестные там, ну, вроде бы, в других городах тоже уже появляются. Там до Нижнего и так далее. Ну, что в Ворше уходит Ласточка? Белоруссия намного ближе, чем вы думаете. Намного ближе к России. Кстати, про больницу, когда мы говорили, в рамках союзного государства любой россиянин может получить бесплатно услуги в этой прекрасной больнице. То есть нужно просто полис показать, все стандартно? Или паспорт просто даже? Да, паспорт, да, по паспорту. Соответственно, если тени, причем планово даже, можно записаться на операцию. То есть тверичане могут приезжать в Ворше, называясь как себе, домой и не бояться, что если вдруг разболелся зуб, лечение не станет? Потому что здесь у них есть история с медицинским туризмом. Если вам надо сделать там, ну, условно говоря, аортокоронарное шонтирование, и здесь у вас нет этой возможности по каким-то причинам, то вы можете сделать это в Ворше. Такой лайфхак тверичанам. Да, 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 почему нет? Насчет зубов не знаю, есть ли смысл ехать туда лечить зубы, но если какие-то... Ну, это ежемесяц туризм к нам в Россию, стран наших бывших соотечественников живут в Америке, а всегда приезжают, насколько я знаю, стараются вылить все, что могут, потому что в Америке все это... Да, точно так же и здесь, вот в рамках союзного государства мы имеем такую возможность. Начали говорить про образование, затронули немного культурную тему. Это тоже очень важный там аспект социальная и культурная направляющая. И сказали мы, что есть спортивные центры, есть бассейны, есть хоккейная команда, есть хоккейный стадион, по-моему, на пять тысяч посадочных мест. Да, ладно? Да, да, да. Дворец спорта на пять тысяч? Да, дворец спорта. Это время, как и наш дворец спорта, меньше двух тысяч. О котором мы говорили все в одно время, что в Твери необходимо быть такому дворцу. Соответственно, в то время, когда нет соревнований и тренировок, там могут ребята заниматься, точно так же спортивная секция. Вот мы, когда были в Крытом Манеже, там было соревнование между детьми по футболу. Совсем там ребята 10, по-моему, 12 лет. В поседнем зале проходили борьба, было соревнование. Ну, то есть, все идет совершенно нормально. Они понимают, что есть задачи по воспитанию подрастающего поколения. Та проблема, которая была у них два года назад, она заставила их задуматься о том, что подрастающее поколение, по сути дела, оказалось там брошенным. И сегодня они считают, что лучше он получает интересное, хорошее образование. Пусть он занимается спортом, пусть он ходит в музеи, пусть он развивается как личность, а не устраивает там истории с выходом на улицу и с требованием свержения правительства. Поэтому говорить о том, что там есть очень интересная культурная социальная история, это важно. Это важно даже в том аспекте, что в этом году, по-моему, 3 июля, у них открывается музей Константина Заслонова. Да, это идея независимости у них, Белоруссия. Да, герой Советского Союза, который погиб как раз в Оршанском районе, он был командиром партизанского отряда. И, собственно, они с удовольствием всех жителей Твери приглашают на этот праздник и на открытие музея. Новый современно-мультимедийный центр, двухэтажное здание, в котором будет, конечно, не только история партизанского движения, не только Константин Заслонов, но и более широкая экспозиция, посвящённая победе советского народа в Великой Отечественной войне. У них тоже, насколько я понимаю, Белоруссия, наверное, мне кажется, мы-то Белоруссия, которые всю эту тему очень, что называется, уважают, всё это культивируется. Да, в этом году год, который... У них тоже есть традиция объявлять год чего-то, например, науки, культуры и так далее. В этом году в Белоруссии 22-й год – это год победителей. И они как раз акценты свои расставили вот таким образом, что будут вспоминать тех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. У них же через два года юбилей освобождения Белоруссии, той самой операции «Багратион», в ходе которой были разгромлены немецкие войска. Я представляю, как они будут там праздновать. Ну, хорошо. Да, это я даже не сомневаюсь, я имею в виду масштаб какой будет, потому что такая круглая дата будет, это, конечно, да. Скажите, понятно, они нам предлагают на экспорт, то есть и так далее. А что мы им можем предложить? Что их в нас заинтересовало, интересует? Да, фактически то же самое. Сотрудничество городов-побратимов – это, прежде всего, сотрудничество взаимовыгодное. И взаимовыгодное. И они тоже готовы приехать сюда, посмотреть, пообщаться, поговорить с той же самой нашей торгово-промышленной палатой. Хотя, я не знаю, есть у них такая классная книжка, у нашей торгово-промышленной или нет. Должна быть так. Не знаю, я не видел. Сергей, вы видели? Нет, не встречал. Спросим Владислава Шорикова, постоянного резидента наших эфиров. Пообщаться, посмотреть, что у нас есть. Я уверен, что они найдут какие-то варианты сотрудничества от культурных. Кстати, они приглашали наших ребят из музыкальной школы на выступления и озвучили одну проблему. У них в городе, несмотря на то, что очень много всего, нет театра. Нет театра в принципе. Есть народный театр, любительский. Но вот как один из вариантов мы рассматривали, что может быть делегировать им туда кого-то из наших режиссёров, который смог бы поставить какую-нибудь пьесу с актёрами этого любительского театра. Надеемся, что кто-то из наших театралов отзовётся. Или театр юного зрителя, или драматический театр. Может быть, это как гастроли. Летом, да, они же часто уезжают на гастроли. Либо вариант с гастролями, он тоже достаточно интересен. Раз тем более у белорусов в Воршиплу сейчас нет своего собственного театра, ну уж хоть чём-то мы и можем преподать уроку. У вас, слушаю, чувствуется, конечно, аэропорт у них есть, и это у них то, и это у них здорово. И какая-то их несчастная вроде бы районная, оказывается, больница, она вовсе несчастная, она сопостаёт с нашей ОКБ. И в плане масштаба, в плане оснащённости, честно говоря, как раз хочется спросить. Ну а мы-то какие-то уроки извлекаем из этого. Вот льнокомбинат, да, большой, трех лишним тысячи. Ну, не знаю, неужели не возникало у кого-то стверичан, ребят, научите, почему у нас про лён, сами знаете, в школе все говорится, 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 уж сколько десятилетий, а тема фактически особо не двигается. Ну, что-то производится, ну, минимум. А считается, ведь у нас регион, он льнопроизводитель, один из льнопроизводящихся регионов в стране. А вот, получается, Оршево демонстрирует хороший пример, когда такой крупнейший комбинат, ничего у них там не развалилось. Надо тем заинтересованным лицам, которые сейчас смотрят на льно, на льно выращивание и производство из льнопродукции, ехать туда. Там в ходе нашей тверской делегации сейчас льнопроизводители были? Нет, не были. Вот почему? Ну, мы говорим сейчас об этом, мы говорим, что у нас есть огромное количество возможностей для сотрудничества, поэтому, собственно, ваш эфир, он и призван рассказать нашим тверским жителям о том, что есть варианты для развития каких-то взаимовыгодных историй с нашим городом по-братиму, и экономических, и социальных, и культурных. Вот аэропорт у них, да, вот, а чем это хуже? Ну, что, ну, раньше и у нас в каждом райцентре были аэропорты. Ну, у нас-то аэропорт какой-то, кукурузники до Весегонска долететь, а у них, получается, сами рассказываете, в Китае отводят товары. То есть, соответственно, это там не какая-то грунтовая полоса и маленькое здание ожидания. Да нет, у нас тоже не всё так плохо, и нельзя всё делать в одном месте, поэтому есть, и чем Тверь может что предложить тем же нашим белорусским. Да всё, что угодно, хоть баранки, которые волжский пекарь производит, технологию. Да, технологии продукции. Также вот достигнуто было договорённость сейчас вот в рамках Дня города, который будет в Орше проходить с 23-го, да, кажется, числа у них начинается. 27-го или 23-ю июля? И по 3-й июля, да, неделя города. У них небольшой юбилей, 955 лет, кажется, да, будет городу. И вот достигнуто договорённость, что мы будем участвовать там своей выставкой, они нас пригласили, совершенно обеспечивают все условия нам пребывания на их стороне, в их стороне. И мы рассматриваем эту возможность, чтобы туда поехать свои делегации, именно от предприятий, это уже будут бизнес-контакты такие, и о поставках продукции туда. Потому что такую продукцию, как мы производим, они не производят. Те же сушки, баранки. Баранки? Обычные баранки не делают? Этого нет. Есть специфика, конечно. Конечно, да. Есть специфика. Точно так же, как и в любом производстве есть специфика. И если кого-то это заинтересует, то совершенно нормальная практика, когда коллеги из бизнеса, они связываются по интересующей их теме с представителями города-побратима, и те организуют тот же самый визит на территорию этого города, а для укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества. Это не очень открыто в этом плане. За нами ходили день и ночь, что называется. Давайте сотрудничать по любым направлениям. Связи, контакты, постоянно телефоны, кому звонить, по любым вопросам. Здесь очень хорошо организовано было. А по каким еще направлениям, на ваш взгляд? Опять-таки, станкостроение. Что можем у них покупать? А может быть, они на основе учатся, что называется, станки, и делать, раз мы сами все никак не можем. Сколько у нас тоже говорится о возрождении станкостроения, однако вот ВОЗ он и не дал. Может быть, нет смысла сейчас там организовывать здесь производство с нуля, если у них уже что-то получилось. Есть смысл купить то, что уже готовое, а что это намного быстрее, намного эффективнее будет. Поэтому тут надо смотреть по направлениям. Та технология, которая кому-то может быть интересна, то производственное оборудование, которое они выпускают, которое можно использовать здесь взамен оборудованию, которое перестало из Европы поставляться. Поэтому каждый из предпринимателей, который на сегодняшний день работает в Твери, может реально посмотреть, чем интересно для него Орша, и найти для себя какой-то вариант по сотрудничеству. Скажите, а чем может быть Орша интересно рядовым тверичанам насмотреть жителей в плане, ну, элементарно, например, туризм? Съездить туда, отдохнуть, это же тоже интересно. Посмотреть, там много санаториев, есть профилактории, в которых можно пожить в тот же летний месяц. Климат там потеплее чуть-чуть, плюс подешевле, естественно, с точки зрения экономической, вся эта туристическая инфраструктура. Очень разве это агротуризм, такие небольшие агрогородки, где живешь в деревне, в хороших условиях, на открытом воздухе, и хорошее питание, свежие продукты, это тоже очень хорошо развито. Также это, вот, было сказано, родина президента Лукашенко там находится. И все, что вокруг этого, очень все хорошо обустроено, хорошие кемпинги, хорошие ремесленные мастерские. Ну, да, такой дом ремесел, вот, нам показывали, очень интересно, где можно приехать. И это целая деревня, где ремесла, и все из этой деревни работают в этом, на этом мини-предприятии таком небольшом. Да, можно приехать, там не только купить, например, эти глиняные крынки, но и научиться их из глины готовить на гончарном круге. Тоже есть такая история. А плести из лозы, корзины, всевозможные... Если хочешь сменить обстановку, то это интересно, это, да, можно там неделя, 10 дней совершенно спокойно. Причем на машине это достаточно комфортно, либо на электричке, как я уже говорил. А электричка что, Москва-Орш или как? Москва-Минск. А, Москва-Минск. Да. А Орша это одна из остановок, которая... По пути следования. По пути следования электрички. Скажите, ну а сами белорусы, когда можно ожидать визита белорусской делегации, тоже представительной в наш город, чтобы мы действительно все напрямую уже показали, чтобы к вам предприятия зашли, другие наши предприятия и так далее. Если в этом году состоится День города, они готовы приехать на День города. Наш? Да, наш. То есть мы официально пригласили уже? Ну, официально не приглашали, потому что еще нет понимания, будет это мероприятие или нет. Если будет, то они готовы приехать. Готовы приехать независимо от Дня города. Готовы приехать, опять же, с экономической делегацией. То есть коллеги, как Сергей сказал, они максимально открыты для общения в настоящий момент. Когда у вас интересно будет понимание по поводу Дня города? У белорусов неделя города, как вы сказали, а мы даже сегодня уже в день еще не факт, что проведем. Да, вопрос открытый еще. Водим. Ну, вопрос у нас сейчас. Общественная палата не в курсе? Нет, общественная палата пока не в курсе. Слишком быстро все меняется. Ну, у белорусов ничего не меняется. Ну, да меняется, и у них тоже меняется все. А тут, собственно, если есть потенциал, а он есть, коллеги готовы, собственно, обсудить и взаимовыгодное сотрудничество. Ехать тут не так далеко. Собрались и приехали, да. Был бы толк от этой поездки, что называется. Водим, а вам не кажется, что нам надо поучиться у белорусов, даже, в принципе, я не знаю, в госуправлении, что ли. Потому что я сам не был в Беларуси, насколько у меня знакомых были. Все вот говорят, что хорошие дороги, чисто на улице. То есть, ну, я все время, знаете, задаюсь вопросом, парадокс. Но ведь, по сути, те же самые люди, как и мы. Ну, какая, сами понимаете, разница, особо и нет. Русский белорус. То есть, это не какой-нибудь другой народ, как там немцы, финны и так далее. Ну, почему у них вот они могут, это вот дороги нормальные, а у нас нет. Вот, и мне, знаете, все время загадка. Вот, ну что, вот, я не знаю, взять какого-нибудь белорусского председателя райисполкома, и у нас это поставить. Ну, вот, получится ли у него все это поменять? Ну, не, позвольте не согласиться. Дороги здесь, может, не совсем удачные примеры. У нас дороги тоже хорошего качества. Ну, не знаю, я вот общался с белорусскими спортсменами, у нас был чемпионат по бодибилдингу, и они мне говорили, как переезжаешь границу, тяжко, тяжко было ехать, у них такое впечатление было. Ну, второстепенные дороги, да, согласен, тоже есть проблемы с тем, тем более после зимы, там они в ненадлежащем состоянии. Да, но, опять же, безусловно, мы можем друг другу быть полезны, и можем научиться друг у друга тому, что у кого-то лучше получается. У кого-то в сельском хозяйстве, у кого-то в организации административных центров, у кого-то в промышленном производстве. У кого-то, это я понимаю, у белорусов, у белорусов, у белорусов. Нет, нет, подождите, Роман, не надо. У нас есть тоже какие-то успехи, какие-то достижения, какие-то интересные ноу-хау, которые мы можем поделиться, и которые мы можем быть интересны для наших белорусских друзей. В этом плане огромное количество точек соприкосновения. Не просто так, что в одну калитку, что мы все покупаем в Белоруссии, сыр классный, станки хорошие. О, еще и дайте нам председателя райисполкома, чтобы он нас тут порядок навел. Нет, ситуация такая, что мы должны смотреть, вот это получается у нас, вот это у вас. Вот этим мы интересны вам, вот этим... А что у нас, кроме сушек-то, лучше получается? И баранок. Нефть мы им поставили. Ну, вот опять, да, это лучше не Тверская область. Слушайте, ну... Я про Тверскую область говорю. Ну, ладно, будем надеяться, у нас эфир подходит к концу. Будем надеяться, что чем-то и мы, Белорусу, заинтересуем, когда они к нам приедут, хочется надеяться на День города, который, может быть, все-таки у нас в этом году будет. Дорогие городские власти, хоть, правда, просветите горожан, будет нас в этом году праздник или нет, вот учись у Белорусов целая неделя Дня города. А мы даже свой единственный день никак не можем определиться, будем проводить или не будем. Больше оптимизма. Отправим им театральную труппу, они там поставят спектакль, что тоже будет интересно. Ну, посмотрим тогда, да. Ну, что же, была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о побратимских отношениях, в частности, с Белоруссией, с городом Орша. Как мы только что услышали, город – это вовсе не какой-то захолустный райцентр, как может показаться, если глянуть на карту. Оказывается, очень даже развитый город. Что же, добро пожаловать, Белорусы, к нам тоже в Тверскую область. Может, чем-то вас и удивим. Спасибо большое, уважаемые гости. До новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!